В Звенигороде общественные слушания в таком формате проходят впервые. Не случайно территорией выбрано футбольное поле стадиона «Спартак». Спортивный объект находится в плачевном состоянии. От былого лоска остались лишь ржавые ворота и фрагменты трибун. Теперь они живые свидетели исторического события. Жителям представили проект реконструкции и благоустройство этой территории. Стадион «Спартак» – очень важный, знаковый объект для города Звенигорода. С 1946 года функционирует стадион. Здесь занимались спортом наши великие легендарные чемпионы Советского Союза и России. Дело в том, что многие годы стадион в заброшенном состоянии, в таком, как он есть. Было много опасений у жителей, что с объединением в городской округ этот стадион в прошлом будет застроен многоэтажкой или какими-то коттеджами. По моему поручению был подготовлен проект планировки территории. И я выступил с инициативой в социальных сетях и дал поручение местной администрации организовать публичное обсуждение, чтобы в этом важном для города проекте опереться на мнение жителей. После презентации проекта жители высказали свои пожелания развития спортивного объекта. В процессе обсуждений даже возник спор. Мнения хоккеистов и футболистов кардинально разделились. Мало кто сейчас понимает, что такое вообще футбольная культура. А это важно. Это больше, чем какой-то спорт. Оно нас всех объединяет. Мы можем играть за разные команды под разными цветами, но футбол – это болезнь. Она не лечится. И я прошу вас просто дайте возможность детям выйти на большой стадион, чтобы по эти деревья были трибуны. Власти намерены вдохнуть в заброшенный спортивный объект новую жизнь. После реконструкции стадиона здесь планируют проводить соревнования не только районного, но и областного уровня. Мне очень понравилось, как быстро новая администрация это организовала. У нас прошло пару недель или неделя, и уже сейчас мы видим, что этим вопросом активно занимаются. Помимо нового футбольного поля планируют установить детскую игровую площадку, воркаут, скейт-парк. Наша задача – быстро пройти общественное обсуждение, дать четкое, понятное задание проектной организации, пройти проектирование и выйти из экспертизы в конце года, чтобы попасть в государственную программу правительства Московской области, спорт в Подмосковье и в следующем году начинать строительство стадиона «Спартак». Проект реконструкции стадиона «Спартак» прошел первый этап обсуждений. В ближайшее время в него будут внесены изменения с учетом пожеланий жителей, и только после утверждения финального варианта начнется работа по строительству нового спортивного объекта на территории Звенигорода.